Добрый день, дорогие коллеги! Я выделил пять основных направлений, которые я считаю важными сегодня подчеркнуть. Первая история стоит в том, что, конечно, иммунотерапия, блокады иммунных чекпоинтов сегодня в рассвете. Это зенит ее, славы, и все, что будет, собственно говоря, происходить, будет так или иначе связано с блокированием той или иной чекпоинта, в первую очередь, взаимодействия ПДЛ1. Все остальные чекпоинты будут добавляться к этому, и, возможно, мы будем видеть намного больше разных комбинаций. Последовательности и комбинации таргетной терапии, иммунотерапии, их совместное применение – это наиболее реальная история, которую вы можете делать сегодня, которую мы тоже коснемся. Возрождение клеточной иммунотерапии. Клеточная иммунотерапия насчитывает уже много лет, много десятков лет, и, безусловно, наши технологии обращения с клетками человека, они перешли на новый уровень, и сегодня все больше и больше исследований так или иначе позволяют манипулировать иммунными клетками довольно точно и надежно. И мы, конечно, посмотрим на результат этих исследований тоже. Новые принципы о вакцинации. Вакцинации взял в кавычках, потому что это, конечно, не совсем та история, которую предложил Дженнер, но, тем не менее, формирование собственных клонов иммунных клеток или антител при помощи новых технологий – это тоже один из мейнстримов, которые стремительно врываются в нашу жизнь. Ну и совсем такая забытая история, к сожалению, забытая, наверное, для многих пациентов – это поиск новых мишеней для малых молекул, который, почему-то, на мой взгляд, идет недостаточно активно и недостаточно хорошо. Рассвет иммунотерапии. Кристина Вячеславовна сегодня говорила уже об этом. Это исследование Relativity 048. Смелое исследование. Павел Эксьерта представил его. Почему бы не сделать тройную комбинацию всех доступных иммунных чекпоинтов на сегодняшний день – неволумап, эпелемумап и элтлемап. Немножечко добавьте эпелемумап к неволумапу в 1 мг на 1 кг раз в 6 недель, и вы видите потрясающую 48-месячную 4-летнюю общую выживаемость – 72%. Это реально очень обнадеживающие цифры, и намного меньше пациентов, которые не отвечают на терапию, имеют первичную резистентность. Безусловно, исследование третьей фазы напрашивается сюда, и я думаю, что вот такого рода комбинации – это будет тоже одной из ближайших перспектив. Развитие темы энгейджеров Т-клеток. Значит, моя коллега Валерия Витальевна рассказывала вам про препараты «Метафазм». Это один из первых таких энгейджеров для меланомы. Ну, есть и другие молекулы. И вот хочу обратить внимание на такую перспективную мишень, как раково-тостикулярный ген Прэйм. К нему сегодня большое внимание. И для диагностики, вы знаете, сегодня редкая лаборатория, уважающая себя, не захочет окрасить вам зачем-то неос на Прэйм и понять, меланому это или нет. Вот, соответственно, это становится и мишень для терапии. Беспецифическое антитело против, собственно говоря, Прэйм и Си-Ди-3, который сближает две иммунные клетки, было исследовано в ранней фазе клинического исследования. И, в общем-то, мы получили у значительного части пациентов уменьшение размера в опухоле, которое длилось довольно большой срок. Безусловно, это очень ранняя фаза, и, безусловно, сейчас запущена уже работа в комбинации с блокатором ПД-1, с неволумабом. Но, тем не менее, вот такого рода препараты, которые являются не совсем и даже совсем не блокаторами иммунных чекпоинтов, но тоже действуют на иммунную систему, они будут врываться в нашу практику. Ну, здесь представлены результаты, которые вы видите по данным общей выживаемости у Прэйм позитивных и Прэйм негативных пациентов. Как ни странно, общая выживаемость хорошо увеличивается у Прэйм позитивных пациентов, при этом это не всегда транслируется в время без прогрессирования. Совсем такая третья концепция – это развитие тоже каких-то таких сложных комбинированных препаратов, когда у вас есть такие фьюжн-белки, это цитокины плюс какие-то РЦ-фрагменты для привлечения иммунных клеток. И вот был сделан препарат Доримун, это препарат, который представляет такое синтетическое вещество, иммуноцитокин, при введении в опухоль для как раз транзитных метастазов меланомы, по сравнению с только хирургией, он давал явные преимущества. Это, кстати говоря, исследование третьей фазы, оно было представлено Акселем Хаушильдом. То есть, по сути дела, это исследование, которое должно бы поменять практику и должно дать зеленый свет этому лекарству. Вот, обратите внимание, относительный риск 0,6 в точке зрения прогрессирования РФС, это очень и очень хорошие результаты. Ну и плюс ко всему продемонстрированы здесь биологические эффекты, то есть, по сути дела, после введения Доримуна действительно инфильтрация CD8-позитивными клетками лимфатических узлов или внутрикожных метастазов усиливается кратно. Здесь, может быть, мелковато видно, но, тем не менее, разница в окраске очень велика. Возрождение клеточной терапии. Тилы были давно, как давно, несколько лет назад зарегистрированы, значит, для десятки лет изучались и давали большую надежду для пациентов с меланомой. В прошлом году зарегистрированы для лечения пациентов с метастазической меланомой, не ответивших на стандартную терапию. И сегодня мы уже понимаем, что можно пробовать в первой линии. Кристина Вячеславовна об этом говорила, что это хорошее подспорье для пациентов в первой линии. Но обратите внимание, что мы сегодня встраиваем клеточную терапию в этот самый иммунотерапевтический континуум. Мы встраиваем ее ровно тогда, когда мы можем ее получить и сгенерировать необходимое количество Т-клеток. И да, мы начинаем с блокатором PD-1, и как только будет готов, собственно, лифоли-селл, можно будет уже его применять. Есть потрясающие результаты. Нет у пациентов, которые бы не ответили на лечение. Все так или иначе уменьшаются, у всех уменьшается размер опухоли. Но при этом, значит, да, у некоторых пациентов не достигнуты критерии объективного ответа. Это не единственная история, и клетки могут развиваться дальше. Мы можем генерировать специфические ТСРТ-клетки против конкретного меланомоспецифического антигена. Но в данном конкретном случае речь идет про прейм, и в исторической перспективе были мелана, были джиписто, были джиписто, пемел. Но сегодня, опять же, фокус на прейм, потому что это достаточно хорошо иммуногенный пептид. И он экспрессируется у большинства пациентов с меланомой кожей. И вы видите, что ТСРТ, сделанные для такого рода мишени, могут у большинства пациентов вызывать регресс опухоли. И только несколько пациентов из этой небольшой серии, три пациента, по сути дела, имели увеличение размера опухоли после введения ТСРТ. ТСРТ для осольных опухолей вообще очень сложная технология, и много было препятствий, много лет пытались все сделать. Но вот, наконец, в общем-то, в клинической практике мы видим хорошие результаты. И объективные ответы 50%, клинические объективные ответы 50%, а уменьшение опухоли у почти 9 человек из 11. Новые принципы вакцинации. Новые принципы вакцинации серьезным образом изменились после ковида. И сегодня Баранка платформы уже воспринимается достаточно безопасно. Они получают широкое применение в разных, собственно говоря, властях медицины. И есть шансы, что при помощи этой технологии иммунизации или внедрения в человека каких-то полезных генов, мы сможем еще ближе приблизить день, когда злокачественная опухоли будет полностью контролируемая. Данные прошлого года и в этом году Джеффри Вебер повторил их. Да, действительно, применение МРНК-вакцины в комбинации с пембролизумабом оказывается лучше, чем пембролизумаб. Но, тем не менее, все же, несмотря на суперперсонализацию, порядка 30-31 индивидуальных антигенов должно быть выделено для пациентов с меланомой. Вы все-таки видите, что часть пациентов не отвечает на МРНК-вакцину. Поэтому, когда... А сегодня, вы знаете, большие вопросы у журналистов, как в России тоже будет делаться МРНК-вакцины. Все ли пациенты будут вылечены? Ну, судя по всему, даже для самых аммуногенных опухолей часть пациентов все-таки не будет иметь пользы от этого. Но помимо привнесения опухоль специфических антигенов, МРНК может кодировать цитокины, может, собственно говоря, позволять делать специфические антикличные рецепторы и даже пробовать доставлять системы CRISPR-CASP для того, чтобы редактировать поломанные гены в человеке. Эти вещи, которые, естественно, будут развиваться, и вряд ли это возможно будет как-то остановить, редактирование инвива – это уже необходимость, которая скоро-скоро настанет. Второй вариант вакцинации, конечно, можно использовать и ДНК-платформы. И в данном случае была использована плазмидная ДНК, которая тоже позволяла внедрить в пациента, собственно говоря, специфический иммуногенный пептид. И в комбинации с эпенивом это давало ответы у большинства пациентов, которые приняли участие в исследовании. Переходим к малым молекулам и старым мишеням. Я хочу упомянуть, вот вы сегодня вспоминали пембролезумаб с линонтинибом, насколько этот препарат, этот подход эффективен. Мы получили четырехлетние результаты на этой маске, четырехлетние результаты применения пемброленва у пациентов после прогрессирования на иммунотерапии. И это очень круто, что мы имеем четырехлетние результаты, потому что это все-таки четырехлетние результаты второй линии. Но очень расстраивает, что сегодня, конечно, у нас кривая выживаемости без прогрессирования ультимативно уходит в землю. И 42 месяца это, пожалуй, тот предел, куда мы можем на сегодняшний день, в всяком случае, видеть пациентов, которые не прогрессируют. Но, тем не менее, данные по общей выживаемости для второй линии очень, скажем так, может быть не такие яркие, как бы нам хотелось, но, тем не менее, не нулевые. Новые мишени. Мы можем пробовать ингибировать другие мишени, которые также участвуют в формировании негативного микроокружения опухоли. И данные, которые мы получили, собственно, тоже на эта маска, блокирование химокиновых рецепторов первого и второго типа, при помощи малой молекулы, не при помощи антител, при помощи реально алоэстрического ингибитора, она позволила, собственно говоря, в монотерапии пациентов добиться стабилизации или даже объективных ответов при высоких дозах. Это была первая фаза дозы эскалирующей исследования. И вы видите, что при более-менее терапевтических дозах, да, 150-200 мг, ответы наблюдаются у тех пациентов, которые уже не ответили на монотерапию ПД-1. В этом случае, вот если посмотреть на данные по общей выживаемости и данные по, собственно, времени без прогрессирования, конечно, у пациентов, которые получили терапевтическую дозу, вы видите существенную разницу в эффективности. Малые молекулы и старые мишени. Мы каждый раз сталкиваемся с тем, что на протяжении почти десятков лет понимаем, что онкогены типа РАС, КИРАС, они играют потрясающую роль в развитии рака, в том числе меланомы. Но что делать, если мы не можем иметь эффективный ингибитор РАС и КИРАС? И каждый раз возвращаться к одному и тому же мы пробуем разные ингибиторы МЕК. В данном случае еще один ингибитор МЕК. К сожалению, судя по данным кривых, которые мы видим, мы не имеем лучших результатов, чем тот, который был в исследовании НЕМА. Вы тоже видите, что пациенты все-таки прогрессируют. Похоже, что пока НРАС-история у нас мало может быть чем таргетирована. Но можно попробовать такие универсальные препараты, ПАНРАФ-ингибиторы, которые ингибиуют много чего. И вот если вы обратите внимание, например, на историю с риграфенипом при меланоме, который, неважно какой, БРАФ мутированный, БРАФ не мутированный, который прогрессировал на стандартном лечении, я удивился, но все-таки ответы на лечение наблюдались у определенного числа пациентов, и они длились примерно столько же, сколько у пациентов, которые получали Ленвиму. Ну и, наконец, для тяжелых пациентов я должен все-таки сфокусироваться на том, что мы можем скомбинировать все препараты разом в одном комплекте, потому что понятно, что последовательное применение хорошо тогда, когда у пациента есть время подождать. И на данной маске были представлены истории с комбинацией отезовиемкоби у пациентов в зависимости от их молекулярно-биологических маркеров. Большое количество мутаций способствовало плохому ответу, но малое количество мутаций в сигнальном пути, одна мутация, скажем так, только в БРАВЬ, способствовало тому, что ответ был дольше. Это такой основной вывод, что все-таки дополнительные мутации ухудшают историю. Хочу привести данные нашего исследования, которое мы делали в реальной практике. Это исследование по применению тройной комбинации Фагортия-1, исследование Изабелла. И оно сейчас в процессе публикации, оно сейчас в процессе международной публикации, поэтому не все данные я представлю в разом. Но история стояла в том, что пациенты, которые получали тройную комбинацию в реальной жизни, она зарегистрирована в России отезовиемкоби, далее их данные были проанализированы, и мы попытались собрать также информацию по биомаркерам, по ПДЛ, статусу и по ЛДГ. Большая часть пациентов, обратите внимание, 52% пациентов были с метастазами в ЦНС. Значительная часть пациентов получила препараты в первую линию, но, тем не менее, примерно процентов 15-20 имели, в том числе, и вторую линию больше. А вот что касается ПДЛ-экспрессии, к сожалению, у половины пациентов данные по ПДЛ-экспрессии были неизвестны. Поэтому биомаркерный анализ в этом случае будет не очень надежным. Что мы видим? Мы видим, по сути дела, очень похожие истории, которые были представлены на этой маске в Трикотеле. Мы видим, что у нас есть объективные ответы у значительного числа пациентов, и примерно у 20% пациентов есть первичная резистентность даже к терапии с учетом их тяжести пациента, тяжести состояния. При этом длительность этого наличения может быть весьма и весьма долгой. При этом мы получили похожие данные по общей выживаемости около 16 месяцев, у Рейнер Думера около 14 месяцев, и по данным времени беспрогрессировано. И я бы хотел обратить внимание, что пациентов с симптомными и бессимптомными метастазами в ЦНС мы не получили серьезной разницы в отношении времени беспрогрессирования, но при этом нумерически, да, медианы отличались. И это означает, что, в общем-то, для пациентов с симптомными метастазами в ЦНС на самом деле, конечно, мы можем применять тройную терапию, рассчитывая на то, что эффект будет чуть-чуть дольше, чем если бы мы делали это последовательно. Но, безусловно, в этом случае мы ждем все равно хорошо организованных клинических исследований. На этом я благодарю вас за внимание и большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо, уважаемый Игорь Вячеславович. Коллеги, есть ли вопросы в зале? Да, да, пожалуйста, Игорь Вячеславович. Спасибо. Спасибо большое, Игорь Вячеславович. Ну, конечно, напрашивается вопрос, я думаю, что он есть в зале. И вот у вас есть результаты исследования третьей фазы, рандомизированного нейлодиевантного с дарамоном. У вас есть в руках монотерапия антипеди-1. И у нас есть результаты по комбинированной иммунотерапии антипеди-1 и антистелия-4 из исследования на Дина, как минимум. И все это, по сути, будем считать, есть в Российской Федерации. Что бы вы предпочли? Послушайте, я бы, конечно, на первом этапе я бы предпочел что-нибудь типа Нива-Рела или Нива-Ипи для пациентов, которые не подходят для хирургического лечения. Безусловно, история с уколами в каждой из очагов. Мы имели опыт из CV8102, мы имели опыт с Тивиком. Это довольно утомительная история. И вы никогда не можете быть уверены, что вы укололи во все очаги. С Дар-Иммуном это, скорее, proof of the concept. Это история в том, что мы можем при помощи локальной внутриопухолевой терапии добиться системного иммунного ответа. И там были очень хорошо отобраны пациенты, у которых вы точно понимаете, что количество очагов транзитных можно посчитать и удалить. Что касается реальной жизни, то я бы все-таки вижу чаще пациентов, которые имеют намного больше метастазов, чем 3, 5 или даже 10 в ноге. И в этом случае, конечно, комбинация системного лечения выглядит предпочтительнее. Продолжение следует...